МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда это ты опять собрался? Твоё какое дело? Опять к бабе едешь? Кобель! А ну, заткнись! Достала со своими подозрениями! По делам я еду, остановлюсь в гостинице! Поняла? И не лезь ко мне, а то ещё получишь! Истеричка! О, пришла, киска! Ну, заходи, выпьем, потанцуем. Да не стесняйся ты! Иди ко мне, девочка моя, иди! Ну, и ты не хочешь, чтобы твой подло разолился, разстрелился! Иди ко мне! Иди ко мне! Не бойся! Иди ко мне! 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 Настояться! Убили! Редактор субтитров А.Семкин Ну и где этот Чкалов? Поворот проехали? Направо! Опять на этот самострел вызвали? Черт! Ну, во-первых, убиты известные бизнесмены. Такие люди сами по себе не стреляются. Во-вторых... Стреляются. Ну, ты понимаешь, сейчас время такое, все стреляются. Вот укради у тебя 10 миллионов, и ты застрелишься. Кто даст выстрелить себе в рот? А во-вторых, есть серьезные основания полагать, что произошло убийство. Какие основания? Те самые 10 миллионов. Кому-то же они достанутся. Поехали. ТЕЛЕФОНИЯ ТЕЛЕФОНИЯ ТЕЛЕФОНИЕ ТЕЛЕФОНИЕ Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. А вы уважаемый кто-то? Я владелец, ну, директор владелец гостиницы. Мы вас дождались, у нас такое несчастье. Несчастье? Ну да, у нас постоялец застрелился в боксе. Ну, пойдемте. Да. Пожалуйста. Вы нам пока не мешайте и проследите, чтобы никто из персонала никуда не отлучался. Я уже дал такое распоряжение, никого из отеля не выпускать. Ну, прекрасно. Идите, если что, вас вызовут. О! Смотри, какое оружие доисторическое. Главное, что стреляет. Вот тебе. Шершелев, вам все, как вы любите. Слушай, ты зла или мне кажется? Кажется. Да, спасибо. Паспорт. Паспорт. На имя Игнатьева Антона на месте. Телефон, часы, деньги. На ограбление это мало похоже. Ты проницательная, как никогда. Ты что, хочешь еще один труп? Ребята, санитары! Забирайте тело к нам в ФС. Забирайте тело к нам в ФС. Вот и пулька. Фух. Юля, аккуратней. Извини. Ты лучше посмотри. Он только сюда въехал, а к нему народ табунами ходил. Почему ты думаешь, что к нему? Это же гостиница. Потому что в этом люксе до него месяц никто не жил. Это мне Потапов рассказал, когда мы сюда шли. А, понятно. На. На. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юля. У тебя на улице нюх. Спасибо. Пойду с Мариной Степановной поговорю, которая труп обнаружила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я здесь горничной работаю. Ну и ночью иногда подрабатываю. Дежурной. У нас гостиница небольшая, но она единственная в городе, и работы хватает. Мария Степановна, а когда вы труп нашли? Сегодня нашла часов в десять утра. Как раз пришла убираться. А он мертвый. А вы часто в номерах убираетесь? Через день. Ну, если постоялец попросит, я могу и чаще. Но этот не просил. А вот я белье меняю один раз в три дня. Сегодня как раз должна была менять. Значит, сегодня ночью вы дежурили? Да, дежурила. А ничего постороннего не видели? Не слышали выстрел, например? Нет. Ничего не слышала. Моя комнатка находится на первом этаже. Там и телефон есть. Если что нужно по стояльцам, так... А, по коридорам я ночью не хожу. Смерть наступила примерно около четырех часов утра. Причина смерти – сквозное ранение в голову. Алкоголь? Да, он был немного пьян. Примерно 0,8 промилля. Других посторонних веществ в крови я не обнаружила. Мадам. Между прочим, подмазали. Пардон, Муак, как говорится. Чем же вы так вовлечены? Доказательством, что это не самострел. Как не самострел? А так. Смыве с рук потерпевшего следов пороха не обнаружено. Вывод. Смотри, Галь. У трупа сбита эмаль на верхних и нижних зубах. Из этого можно сделать вывод, что пистолет в рот вставлял он не сам. Это во-первых. А во-вторых? А во-вторых, специальный анализ крови показал, что уровень адреналина в крови не повышен. Значит, он не испытывал никакого беспокойства или страха. Это вряд ли было бы так, если бы он собрался стреляться. Извини. Да, слушаю. Да, поняла. Спасибо. А он и не стрелялся. Это убийство. Тест на пороховые следы отрицательный. Никто посторонний после 11 вечера и до утра не входил и не выходил. У нас с этим строго. Мы приличный отель. Иногда к ним бы там ночлежка. Ну, кто-то ведь Игнатьева убил. Может быть, он все-таки сам как-нибудь застрелился. Не может быть. А вы ночью тоже ничего не слышали? Нет, мы с Васей, ну, это наш охранник, ничего не слышали. Как-то это очень все странно. Ничего странного. Здание старинное, перекрытие стены вот такой толщины. Вася, иди-ка сюда. Скажи-ка, Василий, а вот эти видеокамеры наблюдения, они просматривают холл и ресепшн? Ага. Ага. Знаешь что, Вась, дай-ка мне запись за вчерашний вечер, ночь и сегодняшнее утро. Угу. Разрешите, Галина Николаевна? Заходи. Ну что, нашли жену Игнатьева? Нет, не нашли. Дома ее нет, а консьержка сказала, что Игнатьевых уже три дня нет. В нашем отеле посетители просто так не пускают. Всегда спрашивают, к кому. К Игнатьеву вообще никто не приходил. Правда, он уходил один раз на следующий день после приезда. Вы знаете, он вызвал такси и уехал. Такси. Необходимо срочно разыскать этого таксиста. ДНК волоса и ДНК с презерватива принадлежат одной и той же женщине. Игнатьеву было свидание? Да, сперма его. А ты нашла его жену? Как ее зовут хотя бы? Вот сейчас проверяю базы данных ЗАГСа. Нашла. Зовут ее Светлана. А почему у него штампа в паспорте нет? Видимо, паспорт менял и не поставил. Сейчас посмотрим, какой номер телефона. На нее зарегистрирован. И где он сейчас? Ничего себе! Что такое? Она сейчас в Чикалове. Чего ты сидишь? Звони ребятам. Я здесь живу. Я хотела бы выписаться. К сожалению, это невозможно. Что значит невозможно? Почему? Пожалуйста, вот выписаться хотят, а вы сказали, что нельзя. Здрасте. Здравствуйте. Вам придется немного подождать. В гостинице совершено преступление. Преступление. Извините. Алло. Нам удалось засечь телефон жены Упитова. Да. Так вот, она где-то в районе гостиницы находится. Телефон. Про телефон скажи. А, слушай, я номер ее телефона тебе на мобильный скинула. Да, ее зовут... Алло. Слышишь? Черт, связь прервалась? Черт. Вот так всегда, Василий, на самом интересном месте. Простите, а как ваша фамилия? Соловьева. Очень хорошо. Вы сейчас идите к себе, а я потом с вами побеседую, если вы будете не против. А потом вас выпишут. Светлана, а что ж вы, это, мужа убили и бежать? Как убили? Антона? Нет, не может быть. Вам придется проехать к нам в фесс. Алло, Галь, Антонова. Я определила, что крови, найденной на шляпке гвоздя, не более 12 часов. Да. И оставлена она не потерпевшим, и не женщина, с которой он встречался, совершенно верно, третьим лицом. Возможно, убийцей. Ну все. Улики я отправил в фесс. Отпечатки Светланы и образцы ДНК тоже. И Светлану отправил. Теперь будем сидеть и ждать. Некогда нам без дела ждать. Какая ты у меня трудолюбивая. Давай, что ли, это, телевизор посмотрим? Мы, вообще-то, на службе, товарищ майор. И вы тоже, товарищ капитан. Доложите обстановку. Вечером все, кто приходили, подходили к ресепшену и брали ключ. После 22 часов в гостиницу никто не заходил. Ну, значит, кто-то из постояльцев. И одного с мотивом и возможностью мы уже знаем. Жена? Да. Я пойду осмотрю ее номер, а ты возьми охранника и проверь пожарный выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Галиня главная. Игнатьев был убит из оружия, найденного на месте преступления. Оружие времен Великой Отечественной? Да. Револьвер системы Наган, калибр 7,62. Состоял на вооружении сержантского и младшего офицерского состава Советской Армии в Великой Отечественной войне. Но и сейчас встречается. Возможно его идентифицировать? Я попробую. Но, смотрите, кто-то спилил номер напильником. Ну, ты уж постарайся. Ну, постараюсь. А что с отпечатками? Так, отпечатки на рукоятке и курке принадлежат погибшему. Больше никаких отпечатков на оружии нет, но на одном из патронов есть смазанный отпечаток не его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ничего не знала. Приехала следить за мужем. Ну, поняла, что если он застукает меня, прижипет. А куда вы ходили сегодня с утра пораньше? Утром часов в девять вышла прогуляться. Все обдумала и решила уехать. Он редкий подонок. Но я все равно люблю его. Вот ведь мы бабы дуры. Правда? Во сколько тебя ждать сегодня? Не надо меня ждать. Тоша, подожди. Пожалуйста, нам надо поговорить. Говори скорее, я опаздываю. Антон. А? Я не понимаю, что происходит. Ты не любишь меня больше? Ну, что ты, девочка, прикидываешься? Ты прекрасно все знаешь. Что знаю? Что я не на тебе женился, а на деньгах и связях твоего отца женился. А будешь векать, вообще выкину. Поняла? Какой же ты, гад. Был бы папа жив. Это он тебя бы выкинул. Слава Богу, он покинул нас. О, ты как раз вовремя. Всегда готов помочь. Пробей, пожалуйста, все звонки потерпевшего за последние дни десять. Может, будет понятно, зачем он вот этот Чкалов поехал. Ты же тоже с телефоном занимаешься. Я проверяю обстоятельства гостиницы. Может, кто-то из них созванился с потерпевшим. Ответ отрицательный. Вы когда приехали в гостиницу? Два дня назад вечером. Думаю, через пару часов после него. Я знала, какой номер ему забронировали и попросила номер напротив. Этой ночи что-нибудь подозрительное слышали? Нет. Я выпила лекарство от головной боли часа в два ночи. А оно с седативным эффектом. А вообще за это время, может быть, слышали или видели что-нибудь? Приходил ли к нему кто-нибудь? Ну, что я из вас информацию клещами тяну? Вы, между прочим, у нас главная подозреваемая. Пока. Позавчера вечером к нему приходила молоденькая девчонка. А вчера вечером какой-то мужчина. Но он быстро вышел, буквально минут через десять. Во сколько приходил мужчина? Точно не скажу. Но не позднее десяти вечера. Галина Николаевна. Есть новости? Есть. Я выяснил, что неделю назад, два дня назад и вчера вечером Игнатьев созванился с одним и тем же человеком, Алексеем Потаповым. Отлично. Но это еще не все. Этот вот Алексей Потапов, он проживает в Чкалове. А знаешь, мне здесь нравится. Главное, хватит базарить. Давай возвращай бабки. И дело с концом. Привет. Как дела? Привет. Понимаешь, Оксан, номер-то я восстановил, но его в базах нет. Надо ехать в архив. Прокатишься. Какие проблемы? Ишь ты какая. На. Восстановлен он номер. И заключение экспертизы. Спасибо. Ты ведь знаешь, у меня сейчас нет таких денег. Ты же мне сам разрешил отдать попозже. Я передумаю. Пойми, я не могу их вынуть. Иначе все рухнет. А мне плевать. Сроку даю. Два дня. Не вернешь? Пеняй на себя. Бизнес свой. На меня перепишешь. Ну что? В смыве с рук Жены Игнатьева следов пороха нет. В номере потерпевшего ее отпечатков тоже не обнаружено. Ну, она могла быть в перчатках. Ее одежде и обуви тоже никаких следов не нашли. Ну, это еще ни о чем не говорит. Она гулять ходила, могла припрятать ее где-нибудь. А вот на ручке входной двери из коридора ее отпечатки есть. То есть, что получается? Она открыла дверь, но оставляла отпечатков. Потом надела перчатки. Глупо тебе, не кажется? Кажется. Звони Рогозиной, запрос. Поняла, спасибо. Значит, вы своего мужа не видели и в номер к нему не заходили, так? Да. А откуда же тогда взялись ваши отпечатки пальцев на ручке входной двери его номера? После того, как девчонка от него выбежала. Я хотела зайти поговорить, но мне стало противно. И я ушла. Тебе понравилось, киска? Хочешь продолжить? Ну что, прикусила? Да. А ты все голодный сидишь? Ну, такая моя экспертная доля. Спасибо. Результат-то хоть есть от трудовых праведных? Есть. Отрицательный. ДНК-волосы не совпадают с ДНК Светланы. Кровь тоже. За кровь спасибо. А говорите, никто не пользуется пожарным выходом. Отпечатки-то имеются? посвятите мне фонариком на замок. Ну вот. Следов вскрытия не видно. Не опускайте фонарик. Я сейчас сниму отпечатки пальцев, а вы не скажите пока, у кого ключи от этой двери есть? У меня. У администратора. И у директора. Ну что? На записи этого мужчины нет. А девушки? Девушки тоже. Плохо. Смотри, что я накопал. Ну я тоже не с пустыми руками. Ты первый? Давай ты. Алексей Потапов и Антон Игнатьев. Одноклассники. Так что, увы, ничего особенного. Друзья давно не виделись, вот и решили повидаться. Поэтому и созванивались. Ну не всегда просто. Этот Алексей Потапов директор владелец гостиницы. А вот это уже важно. Сейчас я Рогозиной фотку скину и позвоню. Все поняла. Сейчас покажу. Спасибо. Посмотрите. Вы когда-нибудь видели этого человека? Он очень похож на того мужчину, который приходил к Антону вчера. Кто это? Это он убил Антона. О, Галина Николаевна, вы здесь. Нашел. Чайку? А-а-а. Ты вообще-то сегодня обедал? Да какой-то обедал. Я как белок в колесе. Туда-сюда, туда-сюда. Ой, рай небесный. Значит, по делу. Револьвер этот наградной принадлежит Никитину Андрею Трофимовичу. 1919 года рождения. Проживает в Москве. Надо ехать к нему. Хорошо. Только сначала перекуси. Вы что-то выяснили? Выяснили. Оказывается, Антон был вашим другом. А вы нам об этом ничего не сказали. Почему? А потому что он мне не друг. Я этого гада знать не хочу. Урод! Хорошо, что он сдох. Туда ему и дорога. А вы ему часом не помогли? Нет. Но если бы мог, то помог бы. Мы сейчас возьмем ваши отпечатки пальцев и образцы ДНК, отправим к нам в ФС. А затем произведем осмотры вашего кабинета. Понятых вызвали? Да, уже здесь ждут. Прекрасно. Пойдемте. Как ты мог? А она же моя дочь. Что ты себе позволяешь? Что ты дергаешься? Во-первых, она сама пришла. Во-вторых, ничего страшного не произошло. Думаю, ей даже понравилось. Я умею девочек положить. Выпей лучше. Алина Николаевна! О, ты уже приехал? Да, вот что я выяснил. Никитин находится в доме престарелых. И уже не в себе. Оружие хранится у его внучки. Вот оно. Погоди, что значит вот оно? Оно же у нас. Она предъявила этот револьвер. Но у него другой номер. А наградной паспорт на оружие? Тоже имеется. Только этот паспорт от нашего револьвера с места преступления. Ничего не понимаю. Знаешь что, Игорь, езжай снова в архив и выясни, кому принадлежит этот револьвер. Хорошо. Все это очень странно. На бумажнике Антона нет никаких отпечатков. Ну, значит, его тщательно протерли. Небольшая сумма денег на месте. Их не взяли. Ну, значит, не за ними лезли. Хотели найти что-то. Возможно, нашли. А ты чего это прохлаждаешься? А? Что с отпечатками на пожарной двери? А у меня все готово. А отпечатки прилежат Потапову. А, граждане понятые, обращаю ваше внимание. А что это у нас такое, гражданин Потапов? А это у нас договор займа. Значит, вы были должны потерпевшему крупную сумму денег, Потапов? И что? Ничего. Отдали? Отдал. А мне договор отдал. А когда вы к нему приходили? Вчера. В девять вечером. А почему тайна? Почему через пожарный выход мы нашли там ваши отпечатки пальцев? Потому что я не хотел, чтобы меня кто-то заметил. Ну, понятное дело. Какой убийца захочет, чтобы его это, видели? Я не убийца. И денег в номере мы не нашли. Вы не знаете, куда они могли деться? Я не знаю. На гвоздике кровь Потапова. Но оставил он на нее не в девять вечера. А почему? Забыл? Антонова сказала, что кровь оставлена не раньше 12 часов. А исследовала она ее в 13 часов. Точно. Он вернулся ночью и убил Антона. Благо ключи у него, как у директора, есть от всех кабинетов. Правильно. И входил он в здание через пожарную дверь. Ведь на записи камеры его нет. Это еще не все. На портфеле его отпечатки. Галина Николаевна. Второй револьвер тоже наградной. Принадлежит Самсонову Степану Степановичу 1917 года рождения. Отлично. Надо все про него выяснить. Уже выясняем? Мы можем доказать, что вы были у него в номере еще раз. И не в девять часов вечера, а гораздо позже. Был, когда труп нашли. Да нет. Ты его убил, а договор забрал из чемоданчика. Забрал утром, когда труп увидел. Послал охранника ментов вызывать, а сам договор нашел. С чем теперь занимаешься? Прогоняю ДНК Потапова через все имеющиеся у нас ДНК. Уже есть совпадения. Сейчас посмотрим с кем. ДНК с презерватива. Близко родственная Потапова. Это его дочь. Видимо, с ней развлекался Антон накануне. А вот еще один мотивчик. Антон изнасиловал твою дочь, а ты об этом узнал. Убили и очень хорошо. Должен был кто-нибудь этого гада пришить. Он над моей дочкой посмеялся и меня кинул. Сволочь! Пробуй. Все будет хорошо. Нет. Стой ты жить. Хочешь папу спасти? Хочешь папу спасти? Я дитенок. Нет. Она зарица. Застрелись. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Папа, иди. Папа! Он девчон не виноват. Это я его убила. Люба, ты что, помолчи. Это я, я. Подождите. Как вы его убили? Застрелила. Из чего? Из пистолета. Из какого? Из обычного. А патроны куда вставляли? В рукоятку. Даже из чего? И за что же вы его убили? Да потому что он гад. Сколько вы дадите папе отсрочку? А не сколько. Я передумал. Как передумал? А вот так. Надумаешь повторить? Приходи. Непонятная история. В смыве с рук отца и дочери пороховых следов нет. Отпечаток на патроне не принадлежит ни ей, ни ему. Да и описала она пистолет, в то время как Игнатий был убит из револьвера. Что будем делать, Галина Николаевна? Подозреваемых больше нет. Подождем, пока вы накопаете информацию про владельца второго револьвера. Вот, товарищ майор, еле нашел. Спасибо. Так у меня же выходной. Куда вы возили вот этого человека? Ух ты, господи, возил. На улицу Зеленый, дом 12. Квартиру не знаю. Там подождал, потом вернулись в гостиницу. Все? Все. Забыл. Ух ты, господи, в суд заезжали. В суд? Галина Николаевна, Самсонов в настоящее время находится в больнице. А проживает, где бы вы думали, в Чикалове. Так, что еще? У нее есть дочь и внучка. Внучка умерла 4 года назад, еще есть правнук, ему 4 года. А кто у нас папа? Игнатьев. Игнатьев. Я вам вчера сказал все, что хотел сказать. Чего вы приперлись? Ты должен выслушать меня. Гоша для меня свет в окошке. Как я без него буду жить? А мне это пополам. У меня жена не может забеременеть. Я развести с ней тоже не могу. А мне нужен наследник. Я его в Англию пошлю. Он не нужен тебе. Мальчику нужна любовь и забота. Все. Не о чем больше говорить. Что это? В квартире Марии Степановны найдено удостоверение на наградной револьвер ее отца. Как раз того, что мы нашли в Никитинах. Как же так получилось? Элементарно. Никитин с Самсоном вместе служили, дошли до Берлина. А в день победы решили обменяться наградным оружием. А про удостоверение забыли. А что ты такой кислый? Надежде Марии Степановны я обнаружил пороховые следы. Ну вот и все. Он не оставил мне выбора. Он хотел отобрать у меня моего внука. Просто так из прихоти кровиночку. А я... Придумавшиное убийство наказывается строго. Возможно, судьи учтут все обстоятельства и чистосердечное признание. Он не оставил мне выбора. Он не оставил мне выбора. дочка умерла после родов. Внучок это единственное, что осталось в моей жизни. Не губи. Как я без него жить буду? Мне плевать на ваши проблемы. Я уже в суд заявление подал. Пожалуйста. Нет. Не губи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует...